Гособвинитель запросил для таджикского проповедника 18 лет лишения свободы. Узбекистан. В некоторых городах вновь запретили азан через громкоговорители. Туркменские спецслужбы ищут независимых репортеров. Известному таджикскому проповеднику Садриддину Мулоеву гособвинитель запросил 18 лет лишения свободы. Власти Таджикистана обвиняют Садриддина в членстве в исламском движении Джамат Таблих. Судебный процесс над Муло Садриддином проходит в суде района Сино, города Душанбе. Об этом пишет ради Азади. Напомним, проповедник был задержан через 7 месяцев после возвращения из Турции. Как сообщали ранее близкие Мулоева, 21 сентября его вызвали на беседу в Генеральную прокуратуру и задержали. «Гособвинитель требует 18 лет лишения свободы для Муло Садриддина. Мы считаем, что это слишком суровый приговор», — сказал брат проповедника журналистам. 34-летний Садриддин Мулоев хорошо известен в Кулябе как Муло Садриддин и является зятем известного священнослужителя Муло Хайдара Шерифзада. По словам родных, в 2013 году он выехал в Россию и еще через год перебрался в Турцию, где прожил 5 лет. На родину он вернулся в феврале этого года. После чего правоохранительные органы заставили проповедника записать видео, где Садриддин публично раскаивается в своем участии в исламском движении «Джамат Таблих», сказав, что больше не имеет никакого отношения к этой организации. Однако, даже несмотря на это, в итоге проповедник все равно был снова арестован. В мечетях узбекского города Наманган перестали призывать к молитве через громкоговоритель. Об этом пишет Central Asian Org со ссылкой на местного исламского активиста Аббаса Асада. По приказу Мамхатыба Наманганской области, в городских мечетях прекратили призывать к молитве из громкоговорителей. «Уже 3-4 дня, как в городе, не звучит азан. Я недавно встретился на похоронах с одним из местных муэдзинов и спросил его, почему в мечетях не слышно азана? Во всех ли мечетях обстоит такая ситуация?» По его словам, это произошло после того, как кто-то пожаловался чиновникам на громкий призыв к намазу, говорит Аббас Асад. Посетители соборной мечети Гази Мухаммад Хаджи в городе Намангане также подтвердили, что во время наступления молитвы не услышали звуки азана. В свою очередь, прихожане мечети продемонстрировали недовольство тем, что местные власти запретили азан. Как сообщил на условиях анонимности представитель Духовного управления мусульман Узбекистана, у руководства Думу рекомендовало мечетям не пользоваться громкоговорителями при призыве к молитве, после того, как якобы некоторые жители Наманганской, Ферганской и Андижанской областей, а также города Ташкента, пожаловались на громкое звучание азана. Наблюдатели отмечают, что на самом деле, вероятнее всего, мнимые жалобы – это всего лишь повод и оправдание для очередных антиисламских мер со стороны режима. Туркменские спецслужбы ищут независимых репортеров как внутри Туркменистана, так и за его пределами, используя для этого завербованных нештатных агентов. Об этом пишет издание «Хроника Туркменистана». По информации «Хроники Туркменистана», в Турции с середины октября агенты туркменских спецслужб ведут активную работу среди трудовых мигрантов из Этрапов, Кугитанг и Магданлы, Лебабского Вилаята. Выявляя мигрантов, которые, по их мнению, часто общаются с родственниками, проживающими на родине, осведомители информируют местных сотрудников МНБ, Министерства национальной безопасности. Они вызывают этих людей и требуют рассказать, о чем они беседуют с родными в Стамбуле. После чего забирают у них мобильные телефоны, чтобы проверить на наличие информации, позволяющей обвинить в нелояльности к властям. Осведомители туркменских спецслужб особо следят за теми мигрантами, которые проявляют активность в социальных сетях, даже если она ограничивается нейтральными темами. Напомним, что в сентябре десятки людей были вызваны в управление МНБ по Лебабскому Вилаяту, сотрудники которого пытались выйти на тех, кто передавал зарубежным СМИ информацию о возбуждении уголовных дел в отношении прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымыра Атаягенова. Тойлымыра Атаягенова